Время войны я поняла, что она полунемка или немка, понимаешь? Она же не сотрудничала, а что просто получать паёк или прочее. Документы же были на это. Ну и меня определили даже в школу. Я один год проучился. При немцах? При немцах. Так на русском хоть, не на немецком? На немецком все. Русский, немецкий это самое, ну прочее. Год, я потом все забыл, правда. Похоже, что помню Новый год, как это самое, Дед Мороз, подарки. А школа находилась на улице Бульварна Кудравска, это сейчас Володарск. Вот площади Победы вверх идет туда. Вот там вот был рядом вот этот стеной рынок, который закрыли. Так вот, почти напротив этого рынка, вот там вот скверик есть такой. И вот скверик упирался, я там вот и школа была. Так что... А в санаторий чего попали? Дали путёвку. Отдыхать. Сами, дней, матерей. Сильно устали про оккупации. Да. В 41-м году так голодали страшно. В 42-м году уже ничего было. Летом. Куда немцы пришли, да? Ну, некто в 41-м пришли, да, уже как-то это. Даже вот этот ботанический сад, который на... Ну, вспоминаю ботанический сад. Туда мы могли ходить гулять в этот ботанический сад. По пропуску. А туда такой немцам был разрешенный фольк-дойчер. Украинцев русский, друзья было. Вот откуда это самое. Угу. Таня такая капризная. Хольк-дойчер. Нет, ну, Таня же это самое. Прадед мой был итальянец. Так а кто немец был? Дед был немец? Дед. По материнской линии. Это был бабушкин муж. Моей бабушкин муж был. Ну, ваш дед или не ваш дед? Мой дед. Мой дед. Он революции от Тифона у меня. А что же он тут делал-то? Кто? Он же был местный. Хирлянин. В Киеве очень много немцев жило. В Киеве уже очень много жило немцев. Я понял. Да, они же приезжали, они железную дорогу здесь строили. Ну, инженера там всякие все такое. Да, и еще про Екатерине Второй. Да, да, да. Тут же, если так разобраться, каждая фамилия была немецкая. Целые районы, села были немецкие. Он на это самое, как его. У нас железную дорогу-то немцы делали. Еще кирха. Это самое у них была. Ну, да, немецкая кирха. Там где базар. Да? Ну, туда чуть-чуть дальше. Потом была спортивная школа. А раньше до этого в этой кирхе училась я. Не в кирхе, а это самое. А школа была русская. А потом, когда поставили здесь в школу, мы переехали сюда. А раньше вот это 6-7 класс я училась и там. А уже 8-й есть у дед. Да, но дед был не чистокровный немец. Он тут смесь был немец и русский. Ковалев-Банцер. Банцер Ковалев. Не, ну все равно, значит, прадед был чистокровный. То ли его, его этот самый, мать была немка у деда. И фамилия поэтому двойная была. Ковалев-Банцер Ковалев. Такого хоть перепала что-то от немцев-то? Нет? Да. Ну что, отдыхал? Чоколад. Ну да, это... Характер, может быть, что-то античности определенное. Нет, я имею в виду, что там. Ну, во время оккупации я имею в виду. Во время оккупации. Чего-то, что жаль вас? А? Нет, ну, наверное, что-то будет. Ну, пайки давали. Пайки давали. Пайки давали какие-то. А мать на работу пошла? Ну, ваша мама работала? Нет, не работала. Ничего не делала, не работала. Ну, тоже все равно было. Мать, это все, что было наше барахло. Вязали. Ее брат, дворюродный, привез машину, одеял шерстяных. Когда наши отступали в 1941-м. Я говорю, берите все. Ну, так они взяли, что-то 5-6 одеял этих. А остальные он вывез. Там, не скажем, бросаются. Это соседи взяли. Он вывез их в зоопарк. Там он рядом был. И вывалил их, потому что нужна была машина людей возить. Вот эти шерстяные одеяла. Так они потом эти одеяла распускали на нитки. Шерстяные. И мать с бабой вязали платки. И потом мать, вот эти сытники, знаешь, где сытники? И по Житомирской трассе, когда едешь, 57 или 56 километров к Киеву, село с левой стороны, сетники. Ну, может быть, там... Да проезжали, когда-то я... Да проезжали, ну, я по Житомирской части езжу. Надо знать, что там это село просто едет. И вот мать пешком туда добиралась с воском и меняла на продукты. Там знакомая у нас была подарка. И вот у нас надо было за день пройти эти 57 километров, поменять это на продукты. И потом опять вот рано утром выйти и добраться до Киева до комендантского часа. И еще обменут как-то полицаев, которые забирали продукты. Так что вот такие дела были. Нам пойти. Славенькие были. Одеты дома, или так, прягся в тачку такую, в ухолку. И как крыша. Ну, провозили крестьяне или что-то. На базарной базе. Ну, уже огромный базар был, где Поша Победы, где Церковь. Там базар был? Да, это был еврейский базар, Елбас. И все же на базарах тогда. Магазин уже не было. Покупалось, продавалось. И вот он на этом подвозил то с вокзала, то еще откуда-то подрабатывал таким вот образом. Что тоже какие-то там еще? Ты знаешь, что у тебя папа был? Как там называлось? Вайсен Дойче? Фолькс Дойче. Фолькс Дойче. Знала? Знала. Предатель. А почему он предатель? Ронтина Ивановна. Просто, который вовремя приспособился. У меня отдельная история по этому поводу. Я знаю, вот Люксембург и все остальное. Когда отступают войска, остается гражданское население, почему-то их предателем не считают ни в одной стране. Ну, ну так получилось. Мать-то повыживала. Надо было выживать, чтобы не было. Она же не сотрудничала с ней. Ну, понятно. Потом мать же вызвали в НКВД. Ну, вызвали в НКВД, когда прошла. И при том, одна подруга ее заложила, что ее муж офицер немцев. Заложили ее, вытащили. Да нет, я с ним разведенный, я с ним это самое. Я откарабкался от немцев. А потом мы это самое, та же самая сволочка, сказали. Заложила ее в нашем НКВД. Ее подруга. Своих за вызвали. Мать вызвали. Я говорю, а что, что это самое? Я говорю, мать, я говорю, да я не немецкий, я подделал документы. Мне надо было выжить. Ну, там начали, видно, посмотрели, что нет. Сотрудия нет, работала нет. Ничего. Ну, иди. Усерк наносила это самое. И мать его отпустили. А, ну так, она же даже на них не работала. Она не работала ничего нигде. На немцев. Говорит, меня могли за это расстрелять, я рисковала. Мать, я говорю, я подделывал документы. Потому что моя фамилия была там, прадеда, что-то было. Я использую, чтобы выжить. Ну, попался, я говорю, ну что. Мало ли что, там хватало кого садить, полицаев и прочее. Что ты там делаешь? Колотит. Ну, как что тут? Колотушку. Ты, значит, дочка вольцендойчень. Допьем вольцендойчень. Так что допьем, нам еще пить.